Новый год. Новые цели. Новая жизнь. Новая я. Сколько вещей мы хотим забрать с собой вперед, но их просто нужно оставить позади, чтобы расти. Дальше будет лучше и намного интереснее. Нет времени быть на месте. Но сейчас пришло время возвращаться в Нью-Йорк. Дальше будет лучше и намного интереснее. Потому что неделю где-то я буду опять снова привыкать к новому времени, поэтому я буду держать вас в курсе и всё вам обязательно расскажу. Приехала я, значит, из аэропорта. Три часа легла спать. Встала в пять. Мой организм, значит, выспался. Но я-то нет. Но я не могу больше спать. У меня куча мыслей в голове и не спится. Поэтому скоро уже светлеет. Лежу в кровати, монтирую видео. В 7.20 будет рассвет. Время уже где-то 7 часов. И потом я поеду в Старбакс, как он откроется. Возьму кофе и позавтракаю. В общем, я решила не мучить себя. Встала, умылась, оделась. Сейчас позавтракаю. Вещи я ещё ночью разобрала. И, как говорится, кто рано встаёт, тому Бог даёт. Посмотрим, что он мне сегодня даст. Ещё пока никого нет на кампусе. Я одна из первых приехала. На уроки мне пойти не терпится. Я себе сделала гречку на завтрак. И также по утрам я пью такую вещь. Сейчас вам покажу. Это американские витамины. И их я начала пить этой зимой, чтобы не заболеть. И они реально работают. Мне о них рассказала моя подруга. Ты просто берёшь одну. Здесь 13 каких-то витаминов. Выпиваю утром и вечером. И это действительно очень хорошо поднимает и поддерживает мой иммунитет. На улице очень холодно. Запомните, в Америке есть такое правило. В Старбакс все ходят в пижаме. Но всем так пофиг. Все заходят, берут кофе и уходят. Это очень холодно. Это очень холодно. И поэтому мы поехали к Старбаксу. В общем, я хочу поехать к Старбаксу, а потом поехать к супермаркету. Мы уже приехали к стакану. Нет, ребят, это просто рай. Я так долго этого ждала. Спустя час или полтора я все еще сижу в Старбаксе, читаю новости, листаю ленту, выпила уже кофе давным-давно и просто хотела вам показать, только что наткнулась на один пост одной девочке. Я ее не знаю, но она выставила фотографию. Она не похудела, она наоборот набрала, то есть вот так она выглядела и после этого начала выглядеть вот так. И под фотографией она написала такие слова, то что она чувствует себя в тысячу раз лучше и увереннее. Когда она выглядела вот так, она считала, что ей действительно нужно похудеть. Сколько девочек страдает от того, что они думают, что они выглядят плохо. Я не боюсь этого сказать, но я пережила это. Когда я только правильно питалась и не позволяла себе ни одной печеньки или конфетки. Я хочу, чтобы вы знали, что я ем сейчас все. Если я захочу пиццу, я пойду пиццу закажу и съем ее с друзьями. Любите себя, любите свое тело, прекратите воевать с собой. Как же я могу вам рассказать? Во-первых, у меня начались уроки. То есть сейчас первая неделя, как у нас начались классы. В самом начале я поменяла свои некоторые предметы, которые у меня были, которые меня не очень устраивали. И я взяла музыку. Музыка — это такая вещь, к которой жизнь меня возвращает снова и снова. Я закончила музыкальную школу, отыграла 10 лет на фортепиано. Когда я там училась, я ненавидела туда ходить. Мне все говорили о том, что тебе это пригодится, Настя. Но я никогда не верила. И сейчас, из года в год, я понимаю, что я просто жить не могу без музыки. Я просыпаюсь, я слушаю музыку, я засыпаю с музыкой. Но это так интересно быть частью этого. Я всегда ношу наушники, как вы заметили. И я все-таки очень рада, что я сделала это, поменяла предметы. Сейчас у меня будет история. Мне нужно идти в другое здание. Поэтому я уже побежала, чтобы не опоздать. Музыка — это такая вещь. Мне кажется, что я начинаю заболевать. Я до последнего не хочу принимать лекарства. Поэтому я решила взять себе вот такие шоты. Они в Америке очень популярны. Ты их выпиваешь, и они поднимают твой иммунитет. Они якобы сделаны из имбиря, из различных цитрусовых. Поэтому попробую и расскажу вам. Я обязательно ем орехи, миндаль, потому что это отличный источник жиров. Ради меня и ради всех святых, пожалуйста, никогда не покупайте твердый авокадо. Я уже вернулась, ребят. Я решила показать вам, что я купила. Я взяла манговый чай, пью чай в сумасшедшем количестве. Молоко миндальное, овощи немножко, авокадо, яблоки, морковка. К ним прекрасный хумус. Это фиги. Вы только посмотрите, какой у меня сегодня чудный драйвер. Маша меня только что забрала, и мы решили провести сегодня день вместе. Мы давно очень не виделись, у Маши много работы, у меня куча всего. Я не знаю, время так быстро летит. Кто-то уезжал в Россию. Да, я приехала уже после каникул, мы встретились. Едем сейчас. Куда мы едем? Куда мы едем? Маша, кстати, в Нью-Йорк переехала. Расскажи вообще, как твоя жизнь изменилась здесь? Что тебе больше нравится? К чему скучаешь? Нью-Йорк, если честно, гораздо круче город, чем Л.А. сам по себе. Люди в Нью-Йорке, они не такие ленивые. Здесь бешеный ритм. Здесь бешеный ритм. Если ты хочешь реально здесь жить, то тебе должна быть причина. Здесь ты можешь очень легко заводить друзей и легко делать какой-то бизнес. А в Лос-Анджелесе люди меньше друг другу доверяют. Как красиво! Это видно весь Манхэттен. Что я делаю? Что я делаю? Я когда зашла к Маше в квартиру, я спрашиваю, Маша, где кровать? Где ты спишь? Просто посмотрите, где она спит. Мы вешаем огоньки вокруг кровати, вот так вот обвиваем. Раз, два, три, кровать, гори! Это того стоило. Блин, офигенно. Ольга, ладно! Ольга, ладно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok